Если будущее у электрического транспорта Саратова, поднимать ли цену на проезд? Если первый вопрос прерогатива чиновников, то второй остро волнует простых граждан. Реально ли совместить оба полюса одной проблемы? В нашем репортаже. Это заседание в правительстве похоже на консилиум врачей Саратов-Горэлектротранс в Трансе. И чиновники всех уровней обсуждают, пациент скорее жив или мертв. Износ парка троллейбусов и трамваев достиг 90%. Новых вагонов не покупали 10 лет. Предприятие душит долг. 38 миллионов рублей должны СПГС. Из-за этого отключено от электроснабжения Кировское трамвайное депо. Головную боль в анамнез добавляют выпадающие доходы. Областной бюджет не выплатил компенсацию за льготников. В общем, к концу года убытки могут достигнуть 160 миллионов рублей. Предприятие пыталось остаться на плаву, урезая расходы. Полностью остановлен капитально-восстановительный ремонт подвижного состава, ремонт производственной инфраструктуры и так далее. Закрыты мастерские по ремонту подвижного состава, цех по ремонту электрического оборудования. Все работники уволены. Очевидно, что только за счет экономии необходимых для нормальной деятельности предприятия в производственных расходах невозможно покрыть убытки. Областные власти советуют поднять жизненный тонус больному, убрав с улиц Саратова дублирующие автобусные маршруты. Мол, это вернет пассажиров в трамваи и троллейбусы. Городские чиновники не прочь разгрузить московскую и оставить на главной улице лишь электротранспорт. Предлагают еще один рецепт – избавиться от убыточных трамвайных маршрутов номер 4, 5, 6 и 11. Выручка на них – миллион 700 тысяч рублей, а расходы – под 3 миллиона. Вот эти 300 тысяч, в принципе, можно сэкономить, закрыв 4 маршрута. Но с счетом того, что это будет иметь крайне негативный социальный эффект, это первое. И самое главное другое. Как только мы закроем маршрут, уберем оттуда трамвай, фактически мы в течение полугода потеряем как контактную сеть, так и рельсовый путь. Почти все выступающие видят спасение гор электротранспортов в повышении тарифов. Замглавы администрации Дмитрий Федотов считает приемлемой суммой 18 рублей за билет. Представители транспортного цеха называют цифру 20. На нее давно перешли Самара, Татарстан, Нижний Новгород и недавно Пенза и Волгоград. Саратов не хочет отставать. Повышение тарифа на городской электротранспорт на 3 рубля. Мы провели расчет и согласовали, сверили, так сказать, его с гор электротрансом. Это даст в пределах 70 миллионов повышение доходной части в течение года. А это сможет закрыть примерно двухмесячную заработную плату всего коллектива. В итоге предложенные методы спасения саратовского электротранспорта рассмотрит специальная рабочая группа. Нашлась в этом деле и ложка меда. Городская администрация собирается заключить контракт на строительство двух веток для скоростного трамвая. А областные власти выделят субсидию на покупку восьми новеньких троллейбусов. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.